Вместе тетради с книгами умные устройства. На этом уроке гаджеты не запрещены. С их помощью создают и программируют роботов. Но успех приходит не сразу. Это не игрушки в домашнем планшете, а целая наука со сложными терминами. Уровень старших классов. А этим детям всего 12. Плачут, выходят, потом вытирают слезки, заходят и продолжают дальше работать. Это очень интересно. Это затягивает настолько сильно, что я даже домой прихожу, меня жена из-за компьютера иногда еле оттягивает, чтобы приди в реальный мир. Углубленное изучение информатики и математики в профильной школе уже с пятого класса. Можно начинать и раньше, уверен педагог Дмитрий Внуков. Как донести до юных умов основу программирования, его учили в университете Иннополис. Там тебе преподают уроки не кто-то, сидящий в YouTube-канале, которому все равно на то, как ты этот материал перенесешь своим детям. А это лучшие тренера. То есть это те педагоги, которые сами подготовили победителей уже даже не просто российского уровня, а мирового. Дальше новоренгойские учителя будут делиться опытом со школами других городов Ямала. Основные направления – подготовка к ЕГЭ и техническим олимпиадам. Со школами заключаем договор, заключаем с родителями договор и проводим занятия. Но проводят занятия, могут проводить как наши учителя, которые прошли уже стажировку, так и преподаватели университета. Третья школа стала опорной по физико-математическому профилю три года назад по инициативе губернатора. Усиленная подготовка дает свои плоды. Денис Пасиков вспоминает, как участвовал в российской робототехнической олимпиаде. Надо было, получается, собрать сорняки и скосить траву. И, кстати, мы быстро справились. Два человека заняли третье место, два – второе. Сотрудничество с Иннополисом предполагает и льготные условия при поступлении. А в вузу такого уровня даже на платное обучение нужно выдержать большой конкурс. Не говоря про бюджетные места. Анна Мирошниченко, Роман Чернов. Время и мало. Новую рингой.